В прошлом выпуске мы говорили о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе банной печи. Важных факторов оказалось настолько много, что в один выпуск они просто не вошли. А сегодня поговорим об особенностях организации дымохода в бане и о способах нагрева воды. За основу берем самую распространенную и удобную схему организации дымохода. Вертикальную, с проходом через потолочное перекрытие, чердак и далее на крышу. Для удобства визуализации обратимся к этому импровизированному стенду, в котором в принципе есть все основные элементы для сегодняшнего обсуждения. Это банная печь, бак для воды, шибер, модуль дымохода, потолочная разделка и зонтик. Для начала вспомним, что высота дымохода у банных печей считается от колосника. И если в инструкции к печи написано, что дымоход должен быть минимум 5 метров, то отмеряем это расстояние от колосника, то есть практически от самого низа печи. Первый элемент, который может стоять на выходе дымохода – бак для нагрева воды. Баки самоварного типа бывают разной емкости и формы, в зависимости от производителя. У нас установлен бак производства Уральской металлообрабатывающей компании – УМК. Внутри бака проходит труба из миллиметровой нержавеющей стали марки оси 439. Дно бака и верхняя поверхность герметично приварены к трубе. Округлая форма бака выбрана производителем не случайно. При нагреве воды в баке плоские поверхности начинают играть и издают хлопки. А вот округлая конструкция гораздо жестче и ведет себя абсолютно тихо. На верхней поверхности у нас заливная горловина. Не наливайте бак полностью. Вода при нагреве расширяется и будет выливаться через край. Крышкой можно закрыть бак, но при крепении воды она вам сильно не поможет. Обычно для бака самоварного типа одного часа достаточно, чтобы довести воду практически до кипения. И если вам не нужна кипящая вода в парной, перед протопкой запомните бак наполовину. Далее в любой момент вы сможете долить холодной воды и сбить кипение. На дне бака находится штуцер для отбора воды. К нему можно подключить кран, а можно трубой вывести воду в мойку. Как это делается, расскажем далее. При выборе печи с баком обращайте внимание на высоту печи с установленным баком. Соотнесите ее с высотой своей парилки. Высота должна быть удобной, такой, чтобы можно было бак наполнять из ведра. Избегайте установки слишком большого бака на маленькую печь. И наоборот, бака маленькой емкости на мощную печь. Маломощная печь будет долго нагревать воду и может перегреть парную. А мощная печь быстро вскипятить воду, а баня будет еще не готова. Для подбора бака пользуйтесь проверенным правилом. На каждого человека 10 литров горячей воды плюс 10 литров для запаривания веника. То есть для семьи из четырех человек подойдет бак на 50 литров. Есть еще один способ нагрева воды. С помощью регистра, устанавливаемого на выход дымохода ванной печи. Бак можно убрать при этом из парилки в мойку. Вода в выносном баке нагревается чуть дольше, примерно в полтора раза дольше, чем в баке самоварного типа. Соединять бак и регистр нужно только металлическими трубами. Например, вот такими гофрированными трубами из нержавеющей стали. Труба продается метражом. К ней можно приобрести все необходимые фитинги и даже краны. И при этом это выйдет не очень дорого. При подключении выносного бака к регистру необходимо соблюдать уклоны и не допускать провисания труб. И нельзя ставить пластиковые трубы или металлопластиковые трубы. Подробную схему подключения можно найти в инструкции к печи любого уважающего себя производителя печей. Ни в коем случае нельзя затапливать печь с замерзшей водой в регистре и трубах. Это неминуемо приведет к аварии. Если же греть воду вам не нужно, то вместо бака можно поставить одностенную трубу. Но в этом случае при нагреве от трубы будет идти очень сильный неприятный жар. Поэтому рекомендую поставить вот такой экономайзер или сэндвич-сетку, кому как удобно. Их можно заполнить камнями. Они будут вбирать в себя тепло от трубы, а затем отдавать мягкое тепло в парную. Но вернемся к нашему стенду. Если очень хочется, то после первого элемента можно поставить шибер, которым можно регулировать тягу и закрывать дымоход после того, как топливо в печи прогорит, для того, чтобы в холодное время года не выстужать баню. С первым элементом разобрались. Далее в идеале можно с монотрубы перейти на сэндвич. Для этого есть вот такой элемент. Он так и называется – старт-сэндвич. Соединяем его с сэндвичем и устанавливаем на трубу. Важнейшим элементом любого подобного дымохода является потолочная разделка. Она нужна для защиты легковозгораемых поверхностей от жара, исходящего от трубы. Не устану повторять, что сэндвич-труба не является пожаробезопасным элементом. Не допускайте прямого соприкосновения внешней трубы с возгораемыми поверхностями. Теплоизоляционный слой, находящийся между двумя трубами, нужен исключительно для утепления внутренней трубы. И точка. Но вернемся к потолочной разделке. Это вот такой металлический короб с отверстием крепится к потолку с использованием теплоизоляционных материалов. После того, как труба восстановлена, короб заполняется теплоизоляционным материалом, керамзитом, минеральной ватой, другими допустимыми материалами, кому как удобно. Далее труба проходит через крышу, опять же с соблюдением пожаробезопасных расстояний до возгораемых поверхностей. В одном из наших роликов мы подробно рассказывали о монтаже дымохода в бане. Ссылку мы приведем в описании к этому ролику. Собственно, с дымоходом, думаю, разобрались. Баня строится не на один год. И важно с самого начала все делать правильно. Мы поможем не допустить досадных ошибок. В ходе сегодняшнего ролика мы затронули несколько важных тем, которые являются ключевыми при установке банной печи. На часть вопросов мы ответили, но кое-что пока осталось за кадром. Следите за нашими выпусками, чтобы не пропустить самое интересное и важное. Задавайте вопросы в комментариях, консультируйтесь с нашими специалистами на сайте fornax.ru и в розничных магазинах. Скоро увидимся. Пока!